Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. В Германии были неудовлетворены намерением прекратить поставки недорого российского газа после того, как немецкие владельцы присвоили себе дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром Германия ГМФ». Назвав вновь сформированную компанию «Сефи», там странным образом надеялись на работу прежних контрактов, хотя очевидно, что они больше не имеют юридической силы после преобразования. Немецкие политики не ожидали, что стремление России уйти от прежней схемы снабжения окажется таким стремительным, там явно рассчитывали на медлительность в таких важных экономических вопросах, но реальность расставила все по своим местам. Швейцарско-нидерландская компания трейдер «Виттлсмарта» перестала осуществлять торговлю российским сырьем, исключение составляли оформленные ранее действующие договоры. В Германии были уверены, что отобрав у «Газпрома» немецкий филиал, они сумеют сохранить прежнюю кооперацию. В «Сефе» хотели вычерпывать из России природный газ по прежней стоимости и продавать в Индию со своей наценкой. Классно, правда? Но в России быстро пресекли подобную деятельность, и с мая компания «Сефе» не может получать газ из Ямала, что было воспринято в Германии совсем без радости. «Виттл» в принципе хотела бы осуществлять трейдерские поставки и зарабатывать на этом, но в России четко дали понять, что по отношению к Германии такие схемы не будут работать. Контракт между индийской компанией и бывшим немецким «Газпромовским» филиалом был до 2041 года. Вы представляете, какая схема оказалась нарушена? 2-5 миллионов тонн российского природного газа в год больше не будет поступать через «Сефе», но трейдерская организация «Виттл» в принципе мало что потеряет, она будет просто обеспечивать доставки в Индию по другому контракту «Газпрома». А вот немецкий филиал в данном случае просто останется в стороне, новый термин этого движения действительно актуален. Но если в Германии хотят снабжать Индию по прежнему контракту до 2041 года, то им придется поискать другие источники жиженного газа, Россия тут ничем помочь не сможет. Немецкая экономика и так долго развивалась за счет недорогих российских ресурсов, но требования Германии вернуться к прежним условиям остаются неуслышанными и вызывают удивление за рубежом. А теперь самое интересное. В Инди требуют от «Сефе» своими силами обеспечить поставки топлива по прежним контрактам. Представляете ситуацию, в которую попала немецкая компания? Доступ к Ямалу для нее перекрыли, а обязательства необходимо выполнять, поэтому спор там будет серьезным и кому-то придется заплатить за решение своей репутации. С мая вновь образованная немецкая компания уже отменила поставки 17-й тип артии жиженного природного газа в Индию, и сегодня спор вышел на дипломатический уровень. В Индии не хотят терять выгодный контракт, цена на природный газ в котором была намного ниже, поэтому их переживания можно понять. «Сефе» в свою очередь требует от «Виттл» возобновления поставок, но как может швейцарско-нидерландская фирма это сделать, если он просто трейдер и перевозчик? Пусть в Германии не трогают эту уважаемую компанию «Виттл» и не запрещают перевозить российское сырье, она помогает России транспортировать газ в разные страны, и для них на этом поприще есть очень много работы. Хочется пожелать успехов «Сефе» в вопросах обеспечения недорогим природным газом индийскую организацию «Гаил Инди» ЛТД до 2041 года. ФРГ отобрали у «Газпрома» его немецкий филиал, поэтому должны были подумать заранее о тех контрактах, которые были ранее оформлены, и не забыть их выполнить. Ставьте лайк, если бы тоже на месте «Газпрома» отказались служить интересам чужих стран. В Германии опять требуют от России не взыскивать аванс после нарушения контракта немецкой «Линдии». История с нежеланием немецкой компании «Линдии» отдавать присвоенные российские деньги получила свое продолжение, в Германии все еще надеются оставить эти финансовые средства себе даже несмотря на то, что они самовольно нарушили контракт на строительство и не выполнили обязательства по договору, поэтому попытка прикарманить российские деньги выглядит довольно странно и неприятно. Год назад немецкая компания «Линдии» объявила о приостановке контракта по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в одностороннем порядке, исходя из политических мотивов. Компания заключила договор с русским альянсом, являющимся совместным предприятием «Газпрома» и «Русгаздобычи», но по факту договорное обязательство немецкая фирма нарушила и пытается оставить себе аванс 946-5 миллионов евро. На этот раз в «Линдии» хотят заручиться поддержкой гонконгского арбитража, обосновывая это тем, что компания не может выполнить свои обязательства перед российским заказчиком по той причине, что если они выплатят обратно российский аванс, то это нарушит политические и экономические ограничения, которые незаконно наложили компании ряд стран. Химическая компания «Линдии» имеет штаб-квартиру в британском Гилфорде после слияния с американской Прохаир, поэтому там пытаются юридически обосновать, что имеют право отбирать российские деньги, выплаченные в качестве аванса. Однако в России думают по-другому и на все имущество и активы «Линдии» был наложен арест в рамках обеспечительных мер. Теперь немецкая-американо-британская компания требует через гонконгский арбитраж снять арест с активов и считает российские требования неправомерными, то есть иностранцы должны были просто присвоить российские деньги и нужно было, чтобы Россия не обращала на это внимания и уж тем более ни в коем случае не отбирала имущество «Линдии». Такое поведение для зарубежных компаний не новость, они привыкли за счет России обеспечивать свое благосостояние. Но теперь у них такую возможность жестко отобрали и заставляют выполнять свои обязанности во что бы то ни стало и если при этом иностранная компания понесет финансовые потери, то это даже лучше. Чтобы в будущем такого поведения они себе не позволяли. Я помню, как некоторые говорили о том, что Россия ничего не сможет сделать в ответ и просто забудет про эти деньги и эта смешная болтовня для них казалась вполне оправданной. Но по факту мы как всегда посмеялись над такими наивными утверждениями после того, как имущество иностранной фирмы «Линдии» в России оказалось арестовано. В «Линдии» считают, что на законных основаниях приостановили действие контракта в соответствии с санкционным решением Германии. В российской компании пытались добиться отмены этого решения, но потом стало понятно, что это невозможно и 23 сентября 2022 года было объявлено о приостановке контракта, однако гарантирующие банки сообщили, что не смогут вернуть аванс из-за финансовых ограничений. На сегодня уже около 250 миллионов евро 22 миллиарда рублей набежало в виде процентов и штрафов в адрес иностранной организации, то есть они были должны 946-5 миллиона евро, а теперь обязаны выплатить 1-2 миллиарда евро. В Европе удивлены желанием России отбирать активы у игнорирующих обязательства компаний. Вот если без причины отобрать у России активы «Газпрома» и «Роснефти», то это, конечно, для ЕС допустимо и приветствуется, но если Россия принимает аналогичные меры, исходя из совершенно законных оснований, то это сразу вызывает удивление и непонимание. Ведь весь мир при этом делает выводы и учится, как нужно поступать по отношению к европейским компаниям, пытающимся создавать ситуацию экономической неопределенности. За рубежом начинают понимать, что новый российский закон об обязательном дисконте от 50% до 90% для уходящих иностранных компаний может быть воспринят как прецедент и руководство к действию для очень многих обладающих ресурсами стран и Россия успешно тренируется. В данном вопросе. Конечно, придется поделиться своим опытом с Африкой, странами Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом в Кремле подчеркнули, что специального желания отбирать иностранные активы нет, пока это касается лишь уходящих компаний и тех, кто не собирается выполнять свои обязательства перед Россией. Тем не менее, в иностранной прессе этот вопрос обсуждается довольно остро. Там уже начали говорить, что в России придумали специальную идею, которая бы позволила присвоить себе чужое имущество по примеру Евросоюза и очень удивлены, что кто-то, кроме Европы, и ее друзей готов использовать такие методы. Но пока в России отбирают активы лишь у тех, кто не выполняет взятые на себя обязательства, вспомните покупку заводов за 1 евро. Financial Times уверены, что Россия готовится наказать те страны, которые присвоили российскую собственность, и в целом с этим, конечно, можно согласиться, но мы же, в отличие от Евросоюза, не отбираем чужое без причины, а лишь наказываем за несоблюдение российских правил ведения бизнеса. Ну вот, представьте, крупная иностранная компания с десятком тысяч работников в России вдруг остановила деятельность и пристала выплачивать зарплату людям, руководствуясь причинами. Какие должны быть наши действия в подобном случае? Естественно, приходится прощаться с такой организацией и в качестве компенсации отбирать их активы, чтобы погасить задолженность этой фирмы перед рабочим персоналом по арендной плате и налогам. В западной прессе это, конечно, считают недопустимым. По их мнению, иностранцы имеют право создавать ситуацию неопределенности в российской экономике и если забрать у них такую возможность, то это сразу лишит их рычевов давления.